Короче Когда луна сойдется с солнцем, нужно вложить магический кристалл в меч-кладенец. Но учеником овладела зависть. Он убил учителя и забрал меч себе. И когда над царь горой сошлись солнце и луна, ученик соединил кристалл и меч. После этого смерть его была заключена в кристалл. На землю опустилась вечная тьма. А ученик стал бессмертным и звали его Кощей. Я, пластелин мира, утвердив стол под земли до неба, могу всю вселенную повернуть. В тридевятом царстве, в тридевятом государстве, жили-были, не тужили. Так начинаются многие русские сказки, в которых повествуются о временах дремучих, о существах сказочных, о делах великих героев далекого прошлого. В этих сказках добрые молодцы сражались с Кощейами бессмертными, которым служили вера и правда и Змеи Горыныча. От посадок моего уголь и остались, черной грязью реки текут, лева моими конями вытоптаны. Когда нам в детстве читали эти сказки, а потом мы и сами читали их, все в сказках воспринималось сказочным, удивительным вымыслом, несущим в себе добро и душевную красоту. И только с возрастом, уже располагая довольно большим объемом информации, я для себя выяснил, что многое в русских сказках не выдумка, а правда. Покажи мне его. Я дико извиняюсь, ваше время истекло. Следующий сеанс связи... Кощей и Бессмертные оказались не сказочными персонажами, а вполне реальными действующими персонажами далеких и не очень событий. Сейчас ты возьмешь перо и бумагу и напишешь, что трон, корону и государство уступаешь мне. Сказочные существа в виде огнедышащих драконов-змеев оказались тоже реальными существами, последние представители рода которых были уничтожены охотниками за драконами в Европе в средние века. Оказалось, что большинство сказок изначально были сказами, устными повествованиями о прошлых событиях русского, да и не только народов. Конечно, события прошлого приукрашивались, а порой и преднамеренно передавались иносказательно, чтобы появилась возможность в устной форме донести до далеких потомков правду. Ну, перепишем историю. Первый раз, что ли? Порой просто удивляешься мудрости далеких предков, которые нашли способ донести правду о себе и о событиях тех времен через пыль тысячелетий и жесткую цензуру врагов, задачей которых было не допустить, чтобы хотя бы крупицы правды дошли до современности. Зачарованный это народ. Сказывают тысячу лет, как ордары каменной княжной заколдованные. И через эти сказки детям на уровне генетической памяти передавалась информация, чтобы у них через сотни, если не тысячи поколений, эта информация проснулась тогда, когда придет нужное время, чтобы далекие потомки смогли по этим крупицам восстановить правду. Правду, которая разбудит спящую генетику потомков, чтобы они смогли сбросить с себя Иго Кащеев бессмертных. Будешь жить по локоть в золоте, по колено в серебре, поджуть в бархате. Если убить Кащея, это будет считаться грехом или нет? Эй! Алло! Ты че их будешь? Че приперся? Скажи честно, он за яйцом пришел. Ну, вопрос очень хороший, в принципе. В любом случае, убийство всегда является крайним мерным. И при возможности исключить оно, все равно же это делается. Поэтому, дело в том, что все зависит от того, какие возможности у того, кто действует против Кащея, скажем так, имеются. Все равно с рассветом тебе или голову отрубят, или в камень обротят. У нас же в Белогоре добро победило. Я всегда говорю следующее, что вот если вы имеете, допустим, винтовку с оптическим прицелом, и вы недосягаемы, а вот видите, сумасшедший человек, схватив пулемет, и стреляет направо-налево, косит всех, как траву, косой. Ваши действия. И вот начинает разговориться, вот вы знаете, убийство, дело плохое, мы должны объяснить ему, человеку, чтобы он понял, чтобы убить нехорошо, и так далее, и так далее. Да, вы будете ему объяснять, а он будет нажимать на крок, и каждые минуты будет 10 смертей. И что будет делать? Ну, как же так? И так далее, и так далее. Кому вы будете объяснять? Человеку, так извините, человека в том теле, в данный момент нет. Потому что в большинстве случаев, вот когда вот, если гуманития убивает, когда вот психическое нарушение есть, чаще всего это связано с тем, что физическое тело человека захватывает сущность вымершегося животного, которое действует, использует тело человека для того, чтобы получить себе пищу, то есть убивает, и через это получает потенциал для своего, ну, детальность, скажем так. Поэтому объяснять сидящему молосту, скажем так, внутри человеческого тела, что убивать нехорошо, это бесполезно, это его принцип жизни, и для него это объяснять, не объяснять, это бесполезно. И так вот, если у вас ничего нет, кроме виток и с артическим прицелом, вы должны убить своего сумасшедшего, ну, в данном случае кощея сумасшедшего, не знаю, что не правильно, а у человека тоже. И не потому что это хорошо, а потому что это единственный вариант не допустит гораздо больше жертв. То есть вы спасаетесь сотни людей, убивая одного сумасшедшего. Это плохо, никто не знает, что это хорошо, но это неизбежное зло. Это же противоестественно, отдавать жизнь за чужих людей. Но, это если у вас есть только оптическая методка. А если вы, допустим, уже можете влиять, и, знаете, повлиять на мышцы человека, то он не может нажать кровь. В этом случае он предпочит убивать людей, приедет, как говорится, санитария, смирительная машина, надежда не его, и увесил таки или не идет. Значит, в любом случае, вот это воздействие, что блокирует движение, тоже насилие. Конечно, тоже не убийство, но тоже насилие. Но, спрятав человека в труду, это на следующий момент. Или за пример поведения его пускает, и он опять начинает делать это, что не правильно, а чаще всего упадет. То есть это, пока существует причина, пока вот этот мозг, мозг, так скакивает человека, в этого конкретного, значит, будет продолжаться дело. То есть, оставить просто так, тоже неправильно. Но если вы понимаете, что не просто можете остановить, как вот, нажать и курка, но если вы можете заставить, понимаете, что в данном случае человеческой сущности в теле человека нет, а там сидит монстр, который захватил, если вы понимаете, то и знаете, как это сделать, то следующий уровень воздействия, это уже вытащить монстра из этого тела, и вернуть человеческую сущность назад. Ведь сумасшедшие, основном такие буйные, когда они приходят в порядок, все нормальное создание, они действительно не помнят ничего, никто что не убудет, они действительно не понят, потому что их там не было. Это на следующий уровень, вы в пиджак помесили, ушли, кто-то взял, дал пиджак, пришел, в этом пиджак его убил, потом пришел, повесил вам на сколько, на спектр стул опять, вы приходите, деваете пиджак, и вас берут, и говорят, вы убили людей, а вы ничего не понимаете, потому что вы никого не убиваете, и вы будете правы. Вижу, попадешь ты в другой мир. Ладно, это хорошо, все. Так вот, почему монстр может вскочить в одно тело, а в другое не может? Дело в том, что существует определенное повреждение у человека, у кого скакивает, говорится, открыта защита, то есть дверь открыта, и это как-то возможность монстрам, когда сущность человека покидает тело во время старого частности, вскочить в него. Значит, кроме того, выгнать монстра из тела, это недостаточно, нужно, если вы понимаете, нужно восстановить тело и сущность человека так, чтобы никакой монстр в следующий раз уже не будет, ему иметь возможность, но вскочить. Ну, допустим, мы помогли и остановили убийство, и остановили от того, чтобы монстр скакивал в этом человеке, примерно. Но монстр уже, он голодный, правильно? Одна дверь закрылась, он начнет рыскать, искать, где бы найти, если другую дверь, правильно? И, к сожалению, найдет. Таких дверей не так уж мало бывает. Скакать в другую. Значит, поэтому прогнав монстр из одного места в другое, вы, в принципе, принципиально проблему не решаете, а только временно, частную проблему решаете. То, что же очень хорошо. Так вот, если вы это понимаете, следующая улыбная задача, это, значит, взять и вытащить монстр и сделать его, так сказать, метрализовым, то есть, посадить его в тюрьму, скажем, ловить такую систему, из которой он уже избежать не может, и не сможет скакать в другие двери. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Завтра я подалю тебе это ведро, доверху наполненное золотом. Рад стараться, Ваше Величество! Это уже другой угол. Но, извините, из любой тюрьмы возможно победить, правильно? И тюрьма, никогда вечной тюрьмы не существует, и Мосса тоже имеют в Москве определенные и наработали на долгое время определенные трюки и могут убежать из тюрьмы и будут продолжать, если они убегут из тюрьмы, будут делать то же самое. Значит, в данном случае, чтобы действительно не допустить это, вообще, необходимо полностью универсировать Мосса этого. То есть, делать так, чтобы он перестал существовать вообще. То есть как? А вот так. Раз и нету. Ни тебя, ни меня. Это плата за смерть Кащея. Плата твоя собственная жизнь. Паразит должен быть уничтожен. Правильно? То есть, в любом случае, вашими действиями вы уже сделаете зло к тому паразиту, который, потому что будет раскручено его сущность до нуля, и он перестанет существовать. Но один монстр, это один монстр, а их же не одни, так? Значит, сущу тысячи, десятки, тысячи, миллионы подобных существ разного уровня, и т.д. и т.п. И значит, нужно делать что-то со всей системы и тому подобное. То есть, понимаете, к чему хочу сказать? Действия, с моей точки зрения, должны быть всегда. И всегда должны действия быть в адекватной ситуации. То есть, каждый человек должен действовать в данный момент, не дожидаясь пока, как вот индусы или них есть, так вот, я не вправе вмешаться в происходящее, потому что я еще не имею на это право. Вот сначала должен дорасти, а потом, когда я дорасту, вот тогда я буду иметь право и тогда буду вмешиваться. Вопрос, как же можно дорасти, если ничего не делать? Сидеть в море и погоды ждать? Это ни корма с ним будет. Именно во время действия, когда человек действует, происходит качество изменения самого человека, он движется вперед или назад, зависит как и что он делает. Господи, которого нет! Как же надоело идиотов жизни учить! Но в любом случае, если говорить, даже убийство, так сказать, любого даже Кащея, так сказать, хоть оно и положительное, так сказать, в смысле для всех остальных, оно все равно имеет отопленный, отрицательный момент. Но, что сказать, еще очень важно последствия этого действия, если оно происходит, важно, какой внутренний настрой был у человека, который совершал полное действие. Понимаете, если человек вошел в состоянии ненависти, ярости, какая бы она, благородная ярость, ни была, и не было. Она ярость, ненависть. Это тут же идет разрушение сущности. И человек очень сильно последствия такого действия очень серьезные. Действительно. Даже есть это все ярость, и не народные и справедливые. Поэтому, даже если человек действует, он не должен действовать через ярость, через ненависть, а именно должен находиться в совершенно другом состоянии духа, понимая, что это действие неизбежное зло, и не входить в этот, знаете, в состояние убийства. Если вынужденные действия, когда вынужденные остались сумасшедшими, все-таки, применить оптическую линтовку, да, и уничтожить жизнь, в любом случае, то вторая ситуация, можно компенсировать это в следующем, то есть сущность человека, который имел тело только поврежденное, да, имел повреждение из-за того, что множество нарушений были пройдущей жизнью. И эти нарушения, как называют условно, карма, они сделали возможность, чтобы дверь была открытой, чтобы эти паразиты могли выскочить. Значит, если вы применили оптическую линтовку, все-таки, к примеру, да, то единственный вариант минимизировать последствия, уничтожение Кащея, скажем так, то это взять, сущность человека этого, и компенсировать, то есть отработать за него карму, то есть эволюционно провести, убрать последствия ошибок предыдущих. И провести эволюцию, как, если бы человек действительно был правильно развивался, компенсировать потери жизни. То есть вот таким образом, если вы проведете, то в принципе вы карму сойдете на ноль, и никакого последствия для вас не будет вот такого действия. То есть понимаете, опять-таки последствия вашего действия зависят от того, что вы знаете, как вы знаете, что вы умеете. Вот все. А ты не забыл, что твоя смерть, вот тут у меня в руке. Но она и твоя смерть тоже. Хочешь, ты будешь хранить, хочешь, я. Нам бессмертным делить нечего. Мир большой. Разойдемся. Отдай иглу. Отдай. Саш, отдай ему иглу и пойдем. Здесь холодно. Ну? Не могу, сестренка. У него целый сад рос. Ну и что? У них свои братья есть. Значит, они не смогли. Не надо, не надо, не надо. Но тем не менее, ждать в море погружки, поводки, когда тоже подождать и так далее. Понимаете, если кто-то убивает, насилует, издевается и так далее на ваших глазах, ждать, пока вы дорастете до другого метода, не допустим это преступление в своей точке зрения. Вот преступление будет, если человек останется в стороне и не пытается сделать то, что он мог. С моей точки зрения. Это моя позиция, не говорю о том, что должна быть вашей, но это так, я понимаю, так и думаю. Отпустить я тебя не могу, но посуди сама, какой я бессмертный, если всякая маленькая дрянь знает, как меня убить. Нас не преследует призрак смертности, как вас. Мы бессмертные. Нет для нечисти лютой бессмертия, только доброе будет вечно жить. А коли придет мой смертный час, другой русский воин смерть Кощея добудет. Мы играли в эти игры, когда этой планеты еще не было. И будем играть после того, как погибнет ваша. Нормальные люди. Они не люди. Они то, во что люди должны верить. В мудрость для других. Силу не для себя. В честность, наконец. Как это не смешно. Да ни во что люди не должны верить. А хотели бы, верили мне. Люди знали, просто забыли на время. Чувство меры, каждый хочет быть первым. Здесь и сейчас, гонка числали. Кто-то должен пройти все измельчание. Ставим приоритеты, меняя их по ходу. Проходя медные трубы, огонь и воду. Все как сказка, что мы читали в детстве. Все ответы найдешь в своем сердце. Но к радости великой сохранились не только сказки русского народа, но и некоторые книги, которые наши далекие предки отправили своим потомкам через тысячи и тысячи лет, в течение которых любая бумага, любой пластик или другой искусственный или природный материал неизбежно превратился бы в пыль. Зная об этом, наши далекие предки записали послания своим далеким потомкам в книгах, листы которых были сделаны из золота. Только в таком виде переданная через тысячелетие информация могла достигнуть нас. Таких золотых книг было сделано немало, и были они спрятаны в разных концах света, в тайных местах, чтобы хотя бы по одной из этих книг смогли дойти до потомков получателей. Многие из этих книг были обнаружены и уничтожены слугами Кащеев бессмертных социальными паразитами. Как вы здорово сказали. Можно я запишу эту книжечку, чтобы не забыть? Я вижу, ты неплохо соображаешь. Кто по должности? Писарь. Просто писарь. Записано ясно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, Гимон, ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что эта путница будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Писарь. Просто писарь. Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решить ничего из того, что там написано, я не говорил. С некоторых из них были сняты копии, нанесенные на разные носители. Но именно золотые пластины-листы этих книг служат реальными непровершимыми доказательствами их древности и достоверности изложенной в них информации. Именно такими книгами являются славяно-арийские веды. Одни из них повествуют о событиях, связанных с возникновением Даарии, колонии белых людей, основанной на северном континенте Мидгард-Земли около 605 тысяч лет назад. Другие повествуют о событиях с 40 тысячелетней давности. Но вне зависимости от того, когда каждая из этих книг была создана, все они собирались из золотых пластин. Некоторые из этих книг были случайно обнаружены и уничтожены, другие были обнаружены и по счастливой случайности сохранились и только недавно стали достоянием гласности. И хочется надеяться, что многие из этих книг явят себе в ближайшем будущем, когда придет время. Не получится у социальных паразитов объявить славяно-арийские веды фальшивками, так же, как и деревянные дощечки Велесовой книги. Ну, есть пророчество, шмарочество. Кому интересны эти бабушкины сказки? Фотографии золотых страниц одной из таких книг стали достоянием гласности. В Румынии в 1875 году во время возведения хозяйственных построек для монастыря, построенного в 17 веке на месте древнего ведического капища было обнаружено около 400 золотых пластин с древними письменами, которые получили название Сантии Даков. Румынский король Карл I приказал переплавить большую часть этих пластин, чтобы пополнить свою пустую казну. Но перед переплавкой он приказал сделать точные свинцовые копии переплавляемых золотых пластин страниц. Благодаря этому до наших дней дошли не только избежавшие переплавки золотые пластины, но и свинцовые копии переплавленных, что позволяет получить цельное представление о том, что содержалось в этих пластинах. Сантии Даков записаны славяно-арийскими рунами, и никто не может опровергнуть их реальность и достоверность. Но, к сожалению, таких источников еще очень мало, но с каждым годом их становится больше и больше. И это не случайно на дворе раннее утро нового дня Сварога. Не приближайся! Нет! Ты не получишь его! Нет! Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот, говорящий, а на цепи сидит Горыныч смей. В былые времена ему каждый год самую красивую девушку приводили. Чтобы не лютовал, чтобы людей в болотах не топил. Боялись его. Субтитры создавал DimaTorzok